Правовое просвещение подрастающего поколения – одна из наиболее важных задач в моменте воспитания. Министерство юстиции Крыма совместно с МВД об актуальности вопроса знают не понаслышке, а потому проводят плановые мероприятия, призванные уберечь ребят от необдуманных поступков. В этот раз лекцию посвятили правам и обязанностям юных крымчан, а также мерам уголовной и административной ответственности за противоправные действия. Эти ребята готовятся вступить в самостоятельную жизнь. Что такое законы, как следует себя вести, уже знают. А что может последовать за проступками, им рассказали специалисты. Цели запугать нет, только разъяснить. Поскольку в зале собрались школьники, тем и поднимались наболевшие. Опасность хранения и употребления наркотиков и курительных смесей, распитие алкоголя, хулиганства и драки. Ведь за всем этим стоит не только административная, но и уголовная ответственность. Незнание законов может привести к негативным последствиям. Чем больше дети будут знать основу нашего права, тем в меньших ситуациях они могут оказаться, когда они не будут знать, как совершить те или иные поступки, как правильно поступить. Тем в меньшей степени они могут нести либо административную, либо уголовную ответственность. Несовершеннолетие не означает отсутствие ответственности. До достижения 18 лета, в некоторых случаях до 14 или 16, за ребенка и его поведение отвечают родители. Поэтому правоохранители советуют хорошо подумать, прежде чем совершить проступок. А если он уже произошел, задача специалиста не наказать подростка, а поддержать, в нужный момент оказаться рядом и дать консультации. Мы в этом плане работаем, не покладая рук. У нас есть в Крыму система бесплатной правовой помощи. В рамках этой системы мы проводим постоянную, периодическую работу, связанную со встречами с молодежью, лекционная деятельность, оказание непосредственной правовой помощи несовершеннолетним. Многие ребята уверены, закон важно знать с молодых лет. Поэтому правовая грамотность подрастающих крымчан находится на высоком уровне. Очень хорошая информация была дана правоведческо представителями МВД и юристами. Она очень будет познавательна для нас. И вообще очень большая честь участвовать на этой лекции и побывать вообще в Министерстве юстиции Республики Крым. Что немаловажно, все сложные термины и формулировки ребятам объясняли на доступном для них языке и с живыми примерами. Они доносят до нас такую важную информацию, чтобы мы знали о правонарушениях и об ответственности, которая следует за этими действиями. И для каждого человека важно знать свои права, и чтобы каждый анализировал действия и свои поступки. Отдельным пунктом в лекции вынесли киберпреступность – правонарушения, происходящие в глобальной сети. Чтобы не стать жертвами интернет-злоумышленников, ребятам посоветовали чаще менять пароли в аккаунтах и дозировать публичную информацию о себе. Алина Шамина, Рустам Файзулин. Время новостей.